ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На церемонии открытия Лондонских Олимпийских игр Бойл намеревается создать шоу в духе произведения Уильяма нашего Шекспира «Буря». Эта пьеса считается одной из последних в творчестве великого драматурга его своеобразным литературным завещанием. На церемонию открытия Дэнни Бойлу выделено более 40 миллионов долларов. Мы лично заинтригованы, благо что ждать осталось недолго. Олимпийские игры в Лондоне состоятся уже этим летом. Перефразирую известного плюшевого персонажа. Кто в кино ходит по утрам, тот поступает мудро и экономно. Кинотеатр «Гигант» установил специальную цену на стоимость билетов на утренние киносеансы в размере 100 рублей. Данные цены действуют только в будние дни и предложение будет действовать, как нам заявили в администрации кинотеатра, как минимум до 31 мая. Напоминаем, что забронировать билеты можно по телефону 90-50-50. В этом году исполняется 35 лет, как Джордж Лукас выпустил на большие экраны «Новую надежду» — первый фильм легендарных «Звездных войн». Отметить эту дату юбиляр решил выпуском в прокат по многочисленным просьбам фанатов специальной 3D-версии четвертого фильма, а по хронологии первого эпизода «Скрытая угроза». «Скрытая угроза» — это хронологический первый, а по очередности съемок четвертый фильм «Звездных войн», в котором ученик джедая Оби-Ван Коноби в исполнении Эвана Макгрегора и его мастер-джедай Квайгон Джин, которого играет Лайм Ниссон, обнаруживают уникального 9-летнего мальчика Энакина Скайуокера, молодого раба, необычайно мощного в силе. Квайгон пытается убедить совет джедаев принять мальчика в обучение, но, получив отказ, поручает его тайное обучение Оби-Вану. Параллельно они защищают королеву Падме Амидала в исполнении совсем юной Натали Портман от предстоящего вторжения на ее планету Набу, а также борются с очень сильным врагом по имени Дарт Мол, который обучен искусству джедаев. Вышедший в 1999 году эпизод «Первый. Скрытая угроза» примечательны в первую очередь большим количеством компьютерной графики и спецэффектов. И сразу после премьеры многочисленная армия поклонников звездной киноэпопеи засыпала Джорджа Лукаса просьбами о стереоверсии. В 2000 году в свет даже вышла 3D-компьютерная игра на тему гонок на подах, которой необходимо было приобрести специальную видеокарту со стереоочками. Звездные войны вообще, на наш взгляд, идеально подходят для покружения в 3D-эффекты. А эпизод первый представляет одни из самых красивых и впечатляющих фрагментов саги. От вторжения на Набу до гонок на подах на Татуине и переломной битвы на световых мечах между Дарт Молом и джедаями. Окончательно же убедил Лукаса в готовности к кинотехнологии и экономической обоснованности выпуска 3D-версии успех аватара Джеймса Кэмерона. Кстати, последний планирует в апреле выпустить также специальную 3D-версию своего легендарного Титаника, к столетней годовщине катастрофы. Ничего себе! Огонь! Уничтожьте всех до одного. Звездные войны. Эпизод первый. Скрытая угроза. В 3D. Только на большом экране. В феврале 2012 года. Семейная приключенческая фантастика путешествия, громыхнувшая в конце 2008 года, наконец получила свое продолжение. К сожалению, проект покинул Брэндон Фрейзер, на его место пришел Дуэйн Скала Джонса. Зато 3D-технологии шагнули далеко вперед. На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи, причем загадочного острова, из места, где никакого острова и быть не может. Там обитают странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и ни одна ошеломляющая тайна. Отчиму Шона, не сумевшему остановить его, ничего не остается, как тоже присоединиться к поискам. Вместе с пилотом вертолета и его прекрасной и решительной дочерью им предстоит найти остров, спасти его одинокого обитателя и немедленно покинуть это место, прежде чем землетрясение скроет остров под водой и похоронит навеки его сокровища. Где мы? Эй, похоже, я нашел дорогу с пляжа! Дамы и господа, разрешите представить... Таинственный остров. Если это рай, я остаюсь. Это потрясающе. Ну все, не стойте на месте, да! Кому порцию приключений? Что это за место? Атлантида. Золотая гора! Поверить не могу. Это изумительно! Через две недели мы окажемся на обложке Таймс. Должен предупредить, на острове полно непроходимых джунглей и ужасных созданий. Убедительно. Что это? Остров уходит под воду. Сколько у нас есть? Два-три часа максимум. Это не камни, это яйца. Двигаемся предельно аккуратно. У ящериц потрясающее обоняние. Ого! Если нас покусают... Бежим! Виноват будешь ты. Заигрывание потом. Завоевать женское внимание самое трудное. Это надо делать вот так. Что это? Песня любви. Давай, бросай ягоду. Бум! Актер Райан Рейнольдс, видимо, решил перепрофилироваться из звезды голливудских шаблонных комедий и попкорновых блокбастеров в драматические актеры. В шпионском экшене код доступа Кейптаун наставник у него будет лучше не придумаешь. Сам двукратный обладатель Оскара Дензел Вашингтон, который уже два года не появлялся на больших экранах. Выпусти Гарварда Мэтт, герой Рейнольдса, мечтает со своей невестой переехать в Париж. Но она не знает, что уже год он работает на ЦРУ. Легендарный агент ЦРУ Фрост в исполнении Вашингтона владеет секретной информацией, нужной всем. Но он вышел из-под контроля и теперь его главное правило – не доверяй никому, тебя предаст каждый. Пути героев пересекутся в одном из красивейших городов мира – Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор. Вакансия одна, кандидат в 37. У каждого оперативного опыта больше, чем у тебя. Откуда опыту взяться, если я круглые сутки торчу в четырех стенах? Это Вестон, слушай. У нас важный гость. Не может быть. Это Тобин Фрост. Выруби все камеры в помещении. А это законно? Пошел, пошел, пошел! Помни правило номер один. Ты в ответе за своего гостя. Я твой гость. Они пришли за мной, но я нужен им живым. Не сдавай меня. Время уходит. Тик-так, тик-так, тик-так. Эй, эй! Залезай! Ты уже шутишь? Нет! Лезь в багажник! Секретный объект обнаружен. Следуйте протоколу. Протоколу? В протоколе про это не слово! Кто нас преследует и зачем? В первую очередь тебе следует понять, как было совершено нападение на твой объект. Это был секретный объект. Но они знали, где нужно искать. Кто-то слил информацию. Кто-то, кого ты знаешь. Не пытайся меня убедить. Я уже убедил. Теперь они работают вместе? Думаю, Веста на его стороне. Ради правды. Ты не знаешь, сколько у тебя врагов. Ты должен дойти до конца. Можешь оставаться слепым, а можешь раскрыть глаза. Я завершу начатое. Именно этого я и хочу. Вот доступа к Кейп-Таун. Смотрите в кинотеатрах. На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok